В эфире Вести Хакасия. В студии с обзором основных событий дня. Татьяна Донцова. Здравствуйте. И в этом выпуске вы увидите. Подробности громкого убийства. Материалы по делу Ольги Швецовой готовы для передачи в Верховный суд. Конкурс коммунальных проблем. Подъезды Хакасии соревнуются за звание самого худшего. Возрождение стройотрядов. Энергетики выбирают потенциальных коллег из числа сегодняшних студентов. Сразу несколько муниципальных образований республики сегодня празднуют победу. В правительстве Хакасии подвели итоги конкурса, который по своей сути далек от творческих смотров художественной самодеятельности. Чтобы завоевать звание лучшего, селам и городам пришлось серьезно потрудиться. Так кого же жюри признало победителем, расскажет Анна Ахпашева. История республиканского конкурса среди муниципалитетов началась в 2007 году. Цели благие – стимулировать сельские власти, а те, в свою очередь, местное население на активную общественную деятельность. Реализовать все задумки и планы помогает призовой фонд. Кстати, за пять лет он увеличился в 20 раз. Вырос с 300 тысяч до 6 миллионов рублей. Сегодня победители в номинациях получают приз почти полмиллиона. Эти деньги идут на воплощение проектов. В списке самые разные идеи. Большинство вполне осуществимы. Благоустройство сквера, детской площадки, аллеи славы к Мемориалу Победы, капитальный ремонт дороги и реконструкция сельского стадиона. Конкурсанты настаивают – общественной инициативе нужна только финансовая поддержка. Если вы нам поможете, мы сами будем городить, мы сами будем участвовать в установке детской площадки, мы сами будем помогать все работы проводить. Есть и весьма неординарные проекты. Кирбинский сельсовет Избейского района рискнул и заявил на конкурс систему экологически чистой возобновляемой энергии. Впроще – ветрогенератор. Социальный центр села, где находится школа, детсад и клуб, несколько лет назад остался без уличных фонарей. Провести электролинию местному бюджету не под силу. И тут общими усилиями нашли гораздо менее затратный проект. Именно он принес первое место в конкурсе. Как и другие победители в шести номинациях, Кирбинский сельсовет получил 400 тысяч рублей. Мы решили произвести пробный эксперимент. Если он получится у нас, вся республика может воспользоваться нашим опытом. Кроме того, мы оформляем сайт Ахтуры нашего ТОСа, на котором будем пошагово информировать, что мы сделаем. Победителей награждал временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин. Поддержка малых сел сегодня приоритетное направление развития республики. Предстоящему празднику руководство сделало еще один подарок муниципалитетам. Хотел бы вам лично пообещать, что этот конкурс в 2014 году при наличии таких мощных кураторов, другие цифры будем освещать абсолютно. Я сейчас стимулирую ваше рвение к этой работе, к конкурсам. Давайте возьмем. Сначала еще в два раза его увеличим. Сделаем 12 миллионов 300 тысяч рублей. Анна Ахмашева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Кстати, добавлю, что подведение итогов конкурса было приурочено к новой дате, которая появилась в российском календаре. В ближайшее воскресенье впервые в стране будет отмечаться День работников местного самоуправления. Не такой масштабный, но не менее значимый конкурс объявила и жилищная инспекция республики. Теперь в Хакасии будут выбирать самый страшный подъезд. Представители ведомства призывают жильцов фотографировать свои неухоженные подъезды и отправлять снимки по адресу, который сейчас на экране. Заявки будут приниматься до 28 мая. А 31-го специалисты жилинспекции назовут победителей. Организаторы намерены выбрать трех рекордсменов по захламленности. Остальные участники тоже не останутся без внимания. По всем заявкам на конкурс жилинспекция проведет проверки управляющих компаний. В Хакасии завершено расследование громкого уголовного дела. Перед судом предстанет 25-летний житель Устебаканского района Николай Бажин, который подозревается в убийстве Ольги Швецовой. Мы рассказывали, что в январе этого года женщина выехала из Сорска в Узбюр на своем автомобиле и пропала. Ее искали на земле и с воздуха. Нашли только спустя неделю в сгоревшей машине. По данным следствия, Ольга Швецова притормозила на обочине, чтобы взять попутчика. В процессе движения мужчина потребовал остановить автомобиль и отдать ему все, что есть деньги. У женщины было только 300 рублей. Забрав их, обвиняемый уже собирался выйти из машины, когда потерпевшая сообщила, что у нее есть знакомые в правоохранительных органах, и она этого так не оставит. Тогда Бажин пересел за руль и поехал в безлюдное место. Остановившись на склоне холма, он связал женщине руки веревкой от автомобильного чехла, после чего с помощью ремня безопасности задушил ее, снял с шеи золотую цепочку, поджег автомобиль и скрылся. Теперь ему предстоит ответить за грабеж, убийство и умышленное уничтожение чужого имущества. Вложения в социальную сферу села Оршаново составили 10 миллионов рублей. Эти средства выделило руководство разреза Оршановский еще до заключения соглашения. Подписать трехсторонний договор о сотрудничестве между правительством Хакасси, Алтайским районом и разрезом планируется в ближайшее время. Согласно ему, до 2016 года руководство предприятия обязано будет вложить 17,5 миллионов рублей в социальную сферу села и района. В списке, например, ремонт школы и строительство водопровода. Что касается безопасности самого разреза, с выдержками заключения глав госэкспертизы России могут ознакомиться все желающие. Документ опубликован на официальном сайте Министерства регионального развития Хакасси. Правда, частично, так как полный текст занимает более 140 страниц. Кстати, как раз в эти минуты в селе Оршаново проходят очередные общественные слушания. Сегодня представители разреза готовы дать ответы на вопросы, которые касаются экологической безопасности предприятия. Обсуждение этой темы откладывалось до получения заключения экспертов. Как прошла встреча, мы расскажем в итоговой программе «Весть Хакасси. События недели» с Алексеем Гончаренко в воскресенье в 10 часов 20 минут. Дачным обществом соревноваться за звание лучших пока рановато. Для начала их нужно привести в порядок. Этим вопросом в последние несколько лет всерьез занялись республиканские власти. О перспективах в нашей традиционной пятничной рубрике «Парламентский дневник» с Ольгой Стельмах. Апрельская сессия Верховного Совета выдалась насыщенной. Более 30 вопросов в повестке принимали законы и вносили поправки депутаты на этой неделе. Заслушали отчет о бюджете за прошлый год, который, кстати, для экономики Хакасси выдался трудным. Это и недобор по налогам во втором полугодии, и затраты на медицину. Она полностью перешла на региональное финансирование. Впрочем, одни из главных по-прежнему остаются коммунальные проблемы. Решать их отдадут муниципалитетам. Парламентарии Хакасси подготовили обращение в Госдуму скорректировать жилищный кодекс России. Сегодня местные власти ограничены законом, могут проверять только муниципальные дома. А это лишь 10%. Остальные 90% в полном распоряжении управляющих компаний. При том, что сроки приватизации вновь продлили. А значит, скоро контролировать и вовсе станет некого. Депутаты предлагают не ограничивать надзор лишь муниципальным фондом. По результатам, будем говорить, наших поездок, город Цианогорск, в общем-то, были возбуждены уголовные дела в отношении некоторых руководителей, проваливающих компаний. Потому что вот такие права, будем говорить, у муниципалов отсутствуют. Вот в связи с этим, будем говорить, мы сейчас наступаем с инициативой, чтобы муниципалам разрешили проводить муниципальный жилищный контроль всего жилищного фонда, находящегося на территории муниципального города. Защищать право дадут, но вот будут ли чиновники на деле заниматься коммунальными проблемами? Вопрос открытый. Депутаты предлагают наказывать рублем тех, кто уходит от своих обязанностей. А значит, муниципалы впредь разделят ответственность за ситуацию в жилищно-коммунальной сфере с управляющими компаниями. Схема простая. Жители жалуются на коммунальщиков, а реакции в течение двух недель от местных властей нет. Чиновнику штраф от 5 до 10 тысяч. Однако, по мнению прокуратуры, принять документ Хакасия не может. Нет на то полномочий. Позиция прокуратуры строится из того, что это является полномочием Российской Федерации и норму об ответственности должен установить российский законодатель. Впрочем, авторы закона подобный протест ожидали и готовы отстаивать интересы населения. Ведь у жителей республики появится дополнительная защита. Удары по кошельку в виде штрафов заставят чиновников быть активнее. Реакция прокуратуры была абсолютно очевидна. Мы ссылаемся на статью 72 Конституцию Российской Федерации, имеющую более высокую силу. Поэтому вот в этих рамках, которые нам определил сам же федеральный законодатель, мы считаем, что мы абсолютно правы и должны защищать интересы населения. Большинством голосов документ принят. С такими поправками, уверены депутаты, коммунальные скандалы удастся избежать. Еще одно обращение, но уже в правительство России подписали на сессии Верховного Совета Хакасии. Касается оно дачников, точнее государственной поддержки садоводческих, огородных и дачных обществ. Парламентарии просят помощи из центра. Три года в республике действует программа дачи Хакасии. Все это время помощь оказывалась финансовая. Ежегодно не менее 25 миллионов рублей. Поддержка будет и в этом году, но на дачных массивах остается еще много проблем. В первую очередь это плохая инфраструктура, дороги, электро- и водоснабжение. Между тем, около 80% овощей и картофеля Хакасии выращивают на дачах. И более 90% плодово-ягодной продукции. А многие жители республики и вовсе обеспечивают продуктами своей семьи только за счет урожая загородных участков. Эта проблема не только нашего региона. Дачные объединения самостоятельно с ней не справятся. А с бюджетом республики решать ее придется многие годы. Чтобы принципиально изменить ситуацию, нужно, наверное, значительно большие ресурсы финансовые. И мы считаем, что без поддержки с уровня федерации крайне сложно решить все проблемы, которые сегодня есть у дачников. Они копились эти проблемы годами, десятилетиями. За два-три года практически невозможно решить силами бюджета республики. Поэтому мы обращаемся в адрес Российской Федерации, в адрес правительства Российской Федерации, с тем, чтобы действительно приняли такую программу, запустили ее и поддержали. По мнению депутатов, необходимо принять федеральную программу на условиях софинансирования с регионом. Парламентарии просят, чтобы федеральную помощь дачники Хакасии стали получать уже с 2014 года. На этом у нас все за новостями республиканского парламента. Также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. Выпуски программы «Парламентский дневник» также можете посмотреть на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в Республике. Всего доброго. Хакасии продолжают гореть леса. В Сайстепи только за минувший день пожарные 26 раз выезжали на ликвидацию палов травы. А с начала весны таких вызовов зарегистрировано уже 200. Основная причина – человеческий фактор. Люди сжигают мусор на дачах и старую траву на полях. Ситуация с лесными пожарами более спокойная. На сегодня ликвидировано 5 очагов на площади 11 гектаров. Леса горели в Устябаканском, Аскиском и Бейском районах. Все возгорания были потушены в течение суток. Диалог со студентами выстраивают республиканские энергетики. В стенах технического института прошла встреча представителей магистральных электросетей с учащимися в УЗА. Как и другие передовые компании, федеральная сетевая делает ставку на молодежь. И, как оказалось, сама молодежь не против. Павел Демидов – инженер-энергетик. Его роль на подстанции – одна из ключевых. Нужно следить за показателями приборов, чтобы ничего не вышло из строя. Сюда поступает электроэнергия, которую вырабатывает Абаканская ТЭЦ. А потом передается в сети Абакана Черногорского УЗла. Профессия очень интересная. Все-таки такая серьезная. Не то, что там какая-то торговля или что-то. Чувствуешь ответственность за людей, за то, что ты таким большим объектом управляешь. И от тебя зависит благосостояние многих людей, работа энергетических объектов, заводов. Еще несколько лет назад Павел учился в этих стенах. Технический институт готовит энергетиков. Сегодня представители магистральных сетей пришли знакомиться с потенциальными коллегами. Рассказать о преимуществах компании, так сказать, других посмотреть, себя показать. Многие студенты приходят на предприятия, которые абсолютно не связаны с их специальностью. И не знают, что они могут достойно пройти практику, получить бесценный абсолютно опыт. Пройти практику с наставником, у которого за плечами не только опыт, но и знания. Сегодня на Хакасском предприятии магистральных сетей работает больше полутысячи человек. Требования к сотрудникам самые высокие. В ответ компания дает массу социальных гарантий. Жилье нуждающимся и программы поддержки лишь малая часть. Очевидно, сегодня многие студенты сделали свой выбор. Там возможностей для развития больше. То есть перспективы роста. Мне нравится, вот я сейчас на четвертом курсе и вот больше и больше убеждаюсь в том, что это мое. К слову, возрождая традиции энергетики Хакасии впервые в этом году набирают стройотряды. Уже сейчас из желающих студентов выстроилась очередь, но так или иначе отобрана будет двадцатка лучших. И прежде чем попрощаться, анонс наших завтрашних передач. Откроется тематический час в 10 часов 5 минут проектом «Большие деньги». В 10.30 программа «Культура Хакасии», созданная при поддержке регионального министерства культуры. И в 10.50 очередной выпуск «Знай наших» «Хлеб всему голова». Речь пойдет о проблемах малого бизнеса. Не пропустите. И на сегодня я с вами прощаюсь. Хороших выходных и до встречи на канале «Россия». Продолжение следует...